Привет, друзья! Наконец-то я нашел время, чтобы финишировать серию лекций или обзоров по защите каракан на Всемирной Шахматной Олимпиаде. И сегодня расскажу вам, что было в 10-11 турах, а там реально трагические события происходили. Ну, в общем, начнем по порядку. Итак, сначала разберем позиции, сыгранные классическим вариантом. То есть, партии, в которых встретился классический вариант. Это размен на Е4 с дальнейшим слон ФП. Первая трагедия произошла в партии Абрахамян-Ушенина. В матче при случае могло, как выяснилось, даже за первое место. То есть, Украине надо было побеждать, побеждать максимально крупно сборную Соединенных Штатов. Абрахамян-Ушенина применила в защите каракан вариант без хода конь Д7. Ее противница не прыгнула конем на Е5, а сыграла Аш5. И теперь черные могли попытаться воспользоваться, то есть, в этой позиции черные могут воспользоваться тем, чтобы он не встал на Д7. То есть, после конь БД7 возникает стандартная позиция варианта, классического варианта. Также есть интересный ход С5, попытаться пешку Д4 продавить, коня на С6, потом поставить. Есть интересный ход А5 в преддверии длинной рокировки. Да даже если и в короткую сторону белая спряхет короля, ход полезный для черных. И есть ход ФБ6, который выбрала Амма. После длинной рокировки она предложила размен ферзей. Этот теншпиль совершенно безопасен для черных, потому что шансов получить мат у них практически нет. То есть, белым сложно добраться до короля. Все остальные факторы здесь примерно равны. Пешка Аш5 нуждается в защите коня Ж3. При ферзях ее брать было бы опасно, в случае короткой рокировки. А сейчас совершенно безопасно. Ну, у белых маленький пространственный перевес, и поэтому претендовать на получение преимущества они могут. Но вот здесь, мне кажется, ход С5 уравнивал сразу. Впрочем, и после слона Б4 тоже ничего плохого для черных не произошло. Ну, согнали у них коня на А6. Размен чернопольных слонов им не повредил. Вот здесь, конечно, С5, по моему скромному мнению, просто сразу же уравнивает позицию. Ну, и после король Б8 и Б4, конечно, интереснее была бы игра, если бы черные сыграли Кой и Б8. Коня А6 надо вводить в игру. И после А4 и А5 белые не могут забрать на С6 два раза. Из-за ладья С8 отыгрывается на С4. С преимуществом уже у черных. Ну, и после король С2, ладья С8, позиция снова сложная и примерно равная. У каждой стороны есть свои козыри. Черные вправе претендовать даже на перехват. Вот у белых очень далеко, пешки надвинули. А у черных все стоит очень гармонично. Последовала Конь С7. И вот здесь, ну, Конь С7 тоже нормальный ход. Просто в ответ на А4, вместо естественного А7 и А5, не давая зажима противнику, последовало А6. Белые зафиксировали слабость полей Б6, С5. И потихонечку переиграли. То есть, здесь уже у белых стойкий плюсик. Но до выигрыша, конечно, еще далеко. Главный минус черных, после хода А7 и А6, у них совершенно отсутствует активная игра. Ну, другие партии, сыгранные в классическом варианте, были менее интересны. Так, например, после Конь Аш3, Конь Ф6, Конь Ф4, в одной из них черные сыграли Е5. И быстро партия пришла к совершенно равной позиции. И, в общем-то, на мой взгляд, закономерно закончилась ничью. Партия малоизвестных шахматистов. В другой партии этого же варианта, тоже еще менее известных для меня шахматистов, с рейтингом ниже, чем 2000, и я говорил, что не буду комментировать. Но вот черные пошли вместо хода Е5, Конь БД7, и белые тут же ошиблись. Они сыграли, на мой взгляд, ошиблись. Они сыграли Аш4, получили Е5, и выяснилось, что вот в этой позиции ход Аш4 им совершенно не нужен. Ну, и после слон Ж5, ЕД, ФБД4. Вместо ЕД у черных был еще более сильный ход ФБ6. С идеей на ДЕ не Конь БДЕ5, хотя и здесь у черных лучше. Ладья Д8, и Ферзюль не так просто отойти. А можно, может быть, и на Б2 даже взять. Но у черных есть еще более жесткое решение. Длинная рокировка, и сейчас белый король окажется под прицелом всех черных фигур. То есть здесь страшная атака намечается. Впрочем, черные после ЕД Ферзюль Д4, слон С5 потихонечку партию выиграли. То есть тоже у них лучше развитие, а пешка Аш4 при короткой рокировке ну, совершенно не украшая позицию белых. Классический вариант был сыгран в нескольких партиях. Классический в смысле Конь Ф3, Конь Д7. Более классическая редакция классического варианта защиты каракана. Ой, какой ужас. Как это звучит безобразно. В общем, в одной партии белые пошли слон Д3. И после Конь Ф6, рокировка Е6, ладья Е1. Возникла стандартная равная позиция. Мы эти исходные партии разбирали. Черные поставили слона на Д6. Мне кажется, чуточку лучше он стоит на Е7. Но все равно никаких проблем с достижением равенства у черных нет. В этой позиции, на мой взгляд, если у кого и есть проблемы, так это у белых. Потому что им же надо как-то доказать, что перевес у них есть. То есть у них немножко больше пространства. Ну и вот после Б4, ходом ферзь, вместо ферзь С7, ферзь А4, на мой взгляд, черные вполне претендовали на полный перехват инициативы. Угроза А7, А5. После ферзь С7 дальше было скучновато. И партия потихоньку закончилась в ничью. То есть там были качели, оценка менялась. А вот ход А4 тоже был испробован. Тоже в партии мало рейтинговых шахматистов. Возник такой очень интересный вариант. Со слон Д2. Здесь длинная теория. Есть разные ходы. Король Б1, ферзь Е2, конь Е4. Но вот после короля Б1, белые решили разменять коней, а черные применили стандартный план, связанный с разменом ферзей. То есть они хотят поставить ферзей, ну, ставят ферзя на Е4, и сейчас, если белые сыграют слон Е3, им надо считаться и со взятием на Ж4, там потом на Е3 зависнет, и с тем, что черные начнут С5 проводить и по линии С, пешке С2 приставать. А после размена, очень сильный ход Ф5, и у черных полноправная контр-игра по линии Ф. То есть если ЖФ, то ладья бьет Ф5, и там с пешкой Ф2 проблемы. Белые неосторожно сыграли конь Е5, и после Ф4 остались просто без качества. Конь Ж6, ФЕ. То есть, на мой взгляд, партия достаточно важная в теоретическом отношении, несмотря на то, что шахматистов я... Скорее всего, шахматистов я совершенно не знаю. Вот здесь у черных лишнее качество, и на мой взгляд, неплохие шансы реализовать. Надо только придумать, как активизировать ладью А8. Ей место, ну, где-нибудь на линии Ф. То есть надо одну ладью на Ф2 направить, а вторую на Ф7. После чего добиться размена пары ладей, съесть на Ж4, привести короля в центр и выиграть. Ну, еще в одной партии встретился интересный вариант. Это партия Дмитрий Щербин, Екатеринбургский международный мастер, играл против Евгения Ельгизовича Бореева. Некогда занимавшего важный пост в РШФ, а сейчас жителя Канады. Ну, Евгений Ельгизович и за сборную России играл немало, и чемпиона мира в ее составе был. И, конечно, опыт сказался после Слонца 4. Многие здесь ходят Е6, чтобы не допускать того варианта, который встретился в партии. И тогда белым опасно играть Ф4, так как конь просто встанет на Е7, и смысл в движении пешки потерялся. Она лишь затупила Слонуя Ф4. Но после А4-А6 возникает острая позиция. На мой взгляд, не совсем каракановского типа. Здесь идут такие, как сказать... Ну, на разных флангах идет бой. Идут атаки при разносторонних рокировках. На мой взгляд, у черных тоже здесь полноправная игра. Ну, Евгений Ельгизович сыграл конь Ф6, не опасаясь вот этой идеи, связанной с Ф4. Белые хотят поставить пешку на Ф5. И будут они бить на Ф5 или не будут, никто не знает. Может быть, будут блокировать на поле Ф4. Слона Ж6 пытаться превратить в пешку. Поэтому черные поставили своего слона на Ф5. И вот этот размен выглядит совершенно невыгодным для черных. Сдвоили пешку. Но приобрели поле Е4. И, в принципе, вот поля Е4, Д5, они очень важны для черных. Плохих фигур у них нет. В то время как белым не так просто пристроить своего коня. И слон С1 тоже немножко туповат. Именно из-за того, что в пешку Ф4 упирается. Ну и дальше белые применили интересную идею. Они пожертвовали качество на Е5. Но черные просто не взяли. Проигнорировали. Закончили развитие. И погнали коня с поля Ж3. Для того, чтобы своим конем занять поле Е4. Ну, после коня Ф1, Б5. Конь встает на Д5. И у черных полный порядок. Уже в какой-то момент можно начать рассматривать варианты со взятием качества. Белые поэтому пожертвовали фигуру. Жертва корректная, на мой взгляд. И после слон Д3 у них есть определенная компенсация. Чернопольный слон оживает. Белые хотят пойти С24. Потом при случае Д4, Д5. Но этого не случилось. Дмитрий Сергеевич поторопился. И после Д5 остался без фигуры. И попал под атаку. Нельзя бить на Ф6 за ферзь Д4 шаг. Вот этот важный момент. И белые без ладьи остаются. А после ферзь бьет Д7. После ладья Ж5 у черных лишняя фигура. Они готовы перейти в Эшпиль. А после того, как белые от Эшпиля отказались. Ашпиль прорезала белые поля. И уже белые под атаку. Так, перейдем к следующему комплексу партий. Редкие варианты. В одной из партий женской олимпиады было сыграно конь Ф3, Д5, ЕД, ЦД, Конь Е5. Ну и по-моему здесь белые получили некоторый плюсик. Ну проще наверное Ж6 играть. С переходом к тем вариантам, ну скажем, если белые играют слон Д3, Конь Д2. То уже после того, как слон вышел на Д3, мы развиваем коня на Ц6. И успешно боремся с конем Е5. Конь Ц6, Ц3, Ж6. Вот эта позиция, мне кажется, для черных не очень хороша. Ну как не хороша, ну как не хороша, то есть чуточку похуже у черных. Потому что, особенно после хода слон Д7. То есть может быть, можно было как-то ферзь Б6 пока сыграть, хотя там ферзь А4. Но после слон Д7, у белых преимущество двух слонов. И хотя извлечь из него что-либо такое, ну, непросто. Выглядит позиция белых приятнее. Впрочем, аккуратной игрой черные добились совершенно нормальной позиции. Провели атаку пешечного меньшинства. Могли прямо здесь пойти Б4. Очень неплохой ход. Чтобы потом атаковать образовавшуюся пешку Ц3. С разменом на Ц3 торопиться не стоит. Чтобы можно было при случае еще и пешку Б2 атаковать. Был неплохой ход, коль бьет Е5. С идеей пожертвовать качество за центральную пешку. Тоже здесь у черных имеется компенсация. И можно играть не только на уравнение, но и, на мой взгляд, и на победу. То есть, такая сложная, интересная борьба возникает. После конь Д7 у черных оказалось чуточку похуже. Хотя, да, чернопольных слонов сняли. Б4 провели. Вот эта позиция уже... В ней уже полный порядок. Но я не уверен, что черные правильно взяли на Ц3. Белые не грозят взять на Б4. Поэтому, на мой взгляд, стоило сразу пойти ладья Ц8. И, может быть, даже и ладья Б7 тоже сразу. Ну, максимально быстро. Черным надо смахнуть по одной ладье. И дальше нападать на пешку Ц3. Пешка Б4 выполняет еще одну важную функцию. После размена на Ц3, который произошел, белые в любой момент могут сыграть ладья А3. И пешка защищена. При пешке на Б4 хода ладья А3 не будет. Ну, в общем, дальше девушки играли тоже достаточно интересно. У белых есть свои козыри. Грозит А6. Пришлось бить ЖАЖ. У черных свои. То есть пешечная структура черных совсем не впечатляет. С другой стороны слабость на Ц3. На мой взгляд, говорит о том... И отсутствие каких-либо серьезных угроз на королевском фланге говорит о том, что сильнейшей стороной здесь должны быть черные. В партии Гадена Тикканен последовал... Был разыгран тоже разменный вариант. И вместо стандартного слона Д3 здесь последовал ход КНФ3. То есть два известных гроссмейстера черные на КНФ3 сыграли КНЦ6. То есть я уже говорил, что, на мой взгляд, точнее КНФ6, а на КНЦ6 надо считаться с ударом Ц2-Ц4. Вместо Ц4 последовал слон Б5. И после Е6... Тоже белые получили преимущество двух слонов. И, на мой взгляд, у них все в порядке здесь. То есть чуточку поприятнее позиция. Ну, черные рокировали в длинную сторону. Это придало партии, на мой взгляд, очень интересный характер. Потому что разносторонние рокировки предвещают всегда интересную борьбу. И белые достаточно быстро ошиблись. На мой взгляд, им стоило пойти А4. Но ход ФЕ2 тоже сохраняет за ним, на мой взгляд, опять же, чуть лучшие шансы. Но на Ж5 стоило сыграть просто Ж3 с идеей подрезать коня черного. Конь стремится на Ф4, чтобы потом взять ЖФ. Потом Ж3, белые говорят, что конь может попасть на Ф4. Ну, линию Ж можно вскрыть, но лишь цену этого коня. И после конь Ж6, слон Е3, белым надо стремиться к вскрытиям линий в центре, чтобы заиграли оба слона. По-моему, у белых здесь лучше. А белые вместо этого сыграли конь Е5. И черные прорвались по центру. Как обычно, в каракане, если удалось захватить важное поле Д4, у черных уже полный порядок. А здесь не только поле удалось захватить, но и завоевать материал. То есть, белые теряют качество, они предпочли отдать, временно отдать слона. Вот, то есть, избежали потери качества. Но из-за того, что они взяли на Ж5, скрылась линия Аш, и они попадают под атаку. Он бьет Ф5, АЖ, да, грозит. Ферзь Аш2 мат, и такой переход в Эншпель с лишним качеством у черных. В партиях еще более известных шахматистов, вместо хода конь Ф3, было сыграно слон Д3. После конь С6, С3. В одной испытывался ход Ферзь С7. Так сыграл, сейчас скажу, Ливиу Дитер Нисипиано, по-моему, да, против Лек Ван Клема. Ферзь С7, это ход, который подстаивает Алексей Сергеевич Дреев. Очень неплохой ход. Содержит, ну, совершенно ясные позиционные идеи. То есть, черные все-таки вывели слона на Ж4. И после слона бьет Е2, Ферзь бьет Е2, конь Ф6. Возникла позиция, ну, просто из моей партии с мемориала Курносова 2017 года, из последнего тура я боролся против Сергея Юдина. Ну, и потихоньку уравнял. Здесь тоже черные с виду стоят чуточку похуже. Ну, на самом деле, это равная позиция, потому что создать реальную атаку очень тяжело. У черных есть серьезная позиционная идея. Как только конь белый перестал контролировать поле Е4, пожертвовать вот так пешку. Теперь черный конь стремится на Д5. Откуда давит на С3, на Д4. То есть, у белых на ферзьевом фланге все заблокировано. И, в общем-то, я думаю, что здесь черные уже могут подумывать о том, что... Ну, о получении перевеса. Вот так, так сморбулировать. А в другой партии было конь Ф6, слон Ф4. Там неизвестные мне шахматистки играли. И после слона Ж4 белые решили поставить пешку на Ф3 вместо нормального хода ферзь Б3. Ну, и получили, на мой взгляд, похуже. То есть, конь на Е2 совершенно ужасный. Но партия закончилась в ничью. Пойдем к следующему блоку партий. Это партии, связанные тоже с разменом на Д5. Ага, почему-то я... Так, моментный элемент... А, с разменом на Д5 здесь связана следующая партия, значит. В одной была атака Шатара, которая переросла в атаку Панова. Сход слон С4. Ну, после слона Е7 также переводят игру в позиции из ферзевого гамбита. Рокировка-рокировка. Очень интересная партия. Между двумя шахматистами уровня примерно 2400. Здесь черные сыграли Б6. На мой взгляд, удивительный ход. Со времен партии Ботвинник-Олехин так играть, в общем-то, перестали. Именно из-за того, конь бьет Д5. После ЕД слон Б5. Теперь, если в партии Ботвинник-Олехин было слон Д7. Ферзь А4, конь Б8, слон Ф4. Белые получили стойкий плюсик. И достаточно убедительно реализовали. В этой партии черные поставили слона на Б7, где он упирается в пешку Д5. И после ферзь А4. Вот, на мой взгляд, здесь стоило сыграть слон Ф4. И на А6 скромно увести слона на Ф1. Чтобы после слона Ф6 не опасаться хода Б5. Пешка Д4 будет защищена ходом ферзь Д1. И у белых, на мой взгляд, здесь чуточку лучше. Именно из-за слона Б7 и ослабленных пешек ферзьевого фланга. А в целом, партия получилась очень интересной. И вот этот тупой слон, он совершенно не мешал черным играть. Потому что у белого коня нет ни одного стоящего поля в центре доски. То есть, позиция равна. И так она и была равной, вплоть до примерно 38-го или 39-го хода. То есть, именно равной. То есть, фактически ничейной даже. Но, тем не менее, черные нашли способ проиграть. Давайте перейдем к другим партиям. Атака Панова была в чистом виде разыграна тоже один раз за два тура. Это Вандер Хейвер, Донован, Солмирон Антонио играли. К сожалению, тоже неизвестные мне шахматистки или шахматисты. Я здесь предпочитаю играть Ж6. Они сыграли, черные сыграли Е6. И после слон Ж5, мне кажется, есть смысл черным сыграть слон Е7. Переходя вот в эти варианты. Ну и слон Б4 тоже нормальный ход. Скажем, после ЦД, ЕД, слон Б5. Возникает такая симметричная структура. Черные не могут связать коня Е2. С другой стороны, конь Е2 не стремится на Е5. То есть, тоже позиция близка к равной. Может быть, чуточку поприятнее у белых. После кони Ф3 у черных уже полный порядок. Они ушли от связки. Да, и здесь белые решили пожертвовать пешку вместо человеческого хода. Ферзь Д3. В дальнейшем рокировка. Слон Б3, ладья Д1 и стандартной игрой. Они сыграли слон Д3. И выяснилось, что за пешку компенсации им получить не удалось. То есть, черные не стали бить на А2. А спокойно поставили ферзя на Д6. И, в общем-то, отбились. Единственное, что вот в этот момент стоило ферзя, конечно, расположить в центре. С неизбежным Б6 и слон Б7. И у черных, я думаю, близко к выигранным. Впрочем, им и так удалось победить. Еще в одной партии на конь С3 пошли кони в 6. И после Е5, ну, не знаю, может, какой Е4 стоило пойти. Но, в общем, получилось французское без темпа у черных. И поэтому эту партию мы смотреть не будем. Белые убедительно выиграли. Еще в этой, в этом блоке собраны партии с вариантом кони в 6. В одной из этих партий было сыграно конь Ж3. На мой взгляд, здесь сильнейшим ходом является Ж6. С дальнейшим развитием слон Ж7. Потом Б6, слон Б7, конь БД7. Рокировка Е6. Потом С6, С5. И оба слона на больших диагоналях чувствуют себя великолепно. Главный плюс хода Ж6. Подрезали коня Ж3. Достаточно много партий у меня сыграно ходом С5. Ну, именно в моей практике. После конь Ф3, конь С6. Например, слонов 20 я поймал после слона Б5, ферзь А5, шах. Ну, слон Б5, понятно, два вопросительных знака поставим. В этой партии было сыграно Аш5. Ход тоже достаточно интересный. Бедный белый коль вынужден снова куда-то прыгать. И у черных полный порядок. В дальнейшем они захватили инициативу. Вызвали Ф3. Это, я так понимаю, играла представитель Катара Юлия Рыжанова. С которой мы знакомы, наверное, лет... Сколько? Лет 30, наверное, с лишним. Больше 30 лет. Просто сейчас она вместе с мужем живет в Катаре. В общем, долго пыталась она выиграть. Более 90 ходов партия. Но белым удалось все-таки сделать ничью. Вариант сколь бьет Ф6 ЕФ встретился в двух партиях. И тоже был самый, скажем так, основной разыгран... Основная система была разыграна белыми против этого варианта. Напали на пешку Аш7. Теперь, если Ж6, то черным надо считаться с набегом Аш4-Аш5. Если Аш7-Аш6, то белые рокируют, ставят коня на Ж3. И толкают пешку до Ф5, максимально стесняя черных. Ну, вот очень сильный ход Аш5. Тем не менее, в обеих партиях белым удалось получить перевес. И после слон Д2... То есть белые здесь захватили пространство. И сейчас, скажем, путем слона Аш7 и слона Е4 вынуждали встать коня на Б8. На мой взгляд, с прекрасными шансами. При случае Д4-Д5 надо проткнуть вот им. Если удастся, то я думаю, что защищаться будет непросто. Конь хочет прыгнуть на Ф4. Ладья вышла уже на открытую линию, чтобы с ладьей Е8 разменяться. Разменяться и борьбу за эту линию выиграть. То есть здесь у белых, на мой взгляд, шансы выше. И скромная рокировка. А, еще в двух партиях. То есть три партии было на эту тему. Скромная рокировка еще в двух партиях была. И тоже в одной пошли слон Е3. Вот так вот максимально просто расставили фигуры. С4. И вот в этой позиции белые могли пойти вместо слона Ф4, кони Ф4. С идеей на Ж5 или конь Е6 ответить С5. Разрушить батарею. И конь отправится дальше, видимо, на Аш5. Ну и вообще С4-С5 с дальнейшим где-то Д5. Это такая неприятная достаточно для черных угроза. Ну в партии было слон Ф4 и возник Эншпиль тоже с лучшими шансами у белых. Ну с лучшими, то есть здесь белые пожертвовали фигуру, но вот поймали ладью. И у черных, на мой взгляд, была отличная возможность вот так пожертвовать качество. После чего мощные фигуры, владение полем Д5, на мой взгляд, дают отличную компенсацию. Да, пешка Д4 еще слабая, слон А3 не поймит, что делает. Вместо этого черные просто сыграли слон Ф5, вернув свою ладью в свой лагерь. И после Д5 у белых перевес может быть не слишком велик, но он совершенно точно есть. У них два слона сильных и мощная проходная в центре. Впрочем, реализовать этот перевес белые не смогли. В другой партии было сыграно слон Д2, тоже белые ладью на Е1 поставили, пешку на С4. Захватили пространство и в этой позиции должны были сыграть снова по стандарту кони Ф4 с идеей при случае провести Д4-Д5. Если же черные попытаются этого коня разменять, то последует вот такая жертва качества. Очень, на мой взгляд, опасная для черных. Угрожает ферзь Е4 с нападением на Е6 и на Х4. И черному королю может не сдобровать. А после Ф4 черные грамотно пожертвовали пешку. И у них здесь полная компенсация. Они владеют полем Д5, пешка Д4 слаба. То есть на открытой линии Е тоже хозяева черные. Белые сочли за благо вернуть пешку обратно. И позиция выровнялась. Через несколько ходов партия закончилась ничью. Перейдем к следующему блоку. Здесь была сыграна... Здесь собраны партии, сыгранные закрытой системой. Система Хенкина встретилась в одной. Белые пошли Б4. И вот в этой позиции, мне кажется, все-таки ферзя надо ставить на Ж4, если белые хотят претендовать на перевес. Правда, возникает вопрос, зачем они ходили А3. Не было ли хода полезнее. То есть Витюгов, по-моему, слон Д3 играл. И на слон бьется 5, ферзи 4. А после кони Ф3, кони Е7, слон Д3. Черные получили вполне достойную игру. Забрали слона. Отправили коня на Б3. И здесь, конечно, белые хуже еще не стоят. Но и о перевесе, наверное, говорить уже не приходится. У черных нет плохих. Слон С8 выйдет на Д7 для атаки пешки Д5. Ну, партия закончилась победой белых. Несмотря на то, что вот эта позиция, мне кажется, у черных в полном порядке. То есть к системе Хенкина я обещаю, что еще присмотрюсь более пристально. Считал ее раньше совершенно некорректной. Вот эта олимпиада, она, мое мнение, практически поменяла. После слона Ф5 встречались разные ходы. Слон Д3 подтвердила репутацию безобидного. Причем черные зачем-то здесь пошли А6. Могли сразу направить ферзя на А6. Ну, тем не менее, черными играла более сильная шахматистка и потихоньку обыграла. Ход Конь Е2 в одну из партий встретился. И после Е6, Конь Ж3, Слон Ж6, Х4 черные допустили стандартную ошибку, о которой известно еще, по-моему, с 50-х годов. То есть середину прошлого века. Здесь надо черным обязательно ходить Х5. После Х6 черных, вот пешки Д3, Д4, Е5 и Х5 очень сильно стесняют черных. Пешку Б2 белой потерять не боятся, потому что это вскроет лишние линии. На ферзьевом фланге и у белых после короткой рокировки, помимо игры с Ф4 и Ф5, у них еще будет игра по линиям П и С. Если захотят. А где играть черным, совершенно непонятно. В их лагере очень тесно. Ну и в общем, черные сыграли С5. Пешку все-таки выиграли. Но тут же зевнули фигуру. Необходимо было играть Слон Б4. Компенсация у белых, безусловно, после рокировки за пешку есть. Но последовало Слон Б6. Черные зевнули ферзь А4 шаг. И ладья Б1 с неизбежным взятием на Б6. Связан и конь, и пешка А7. Ну и все. Личную фигуру белые уверенно реализовали. Ход конь Д2 встретился. Тоже в одной из партий. И черные применили такую, на мой взгляд, пассивную. Ну, конь Е7, ход нормальный. Перевели коня на С8. То есть, эта схема немножко пассивная. Сейчас стараются играть повеселее. А6, Ж5. Или А6, ферзь С7, потом Ж5. Ход конь С8 вполне нормальный. Я его тоже делал достаточно часто. Играть так можно. Но вот эти позиции, мне кажется, они у черных все-таки чуточку похуже. Черные должны достаточно точно уравнивать длительное время. Потом искать, где можно обмануть. Ну и, в общем, в длинной борьбе партия между двумя неплохими гроссмейстерами. Перец, Кангаларио, Белым, Михом, Чедлишвили, Черными. Закончилась в ничью. Ход Х4 встретился еще в нескольких партиях. Я предпочитаю здесь играть ферзь Б6. Ролики мои вы все видели. Считаю, что также очень неплох ход Х6. В 2004 году в Блице, в финале, по-моему, Блица на шахматной планете. Там был годовой финал. Турнир проходил годовой финал по Блицу на шахматной планете. Против меня Алексей Сергеевич Дреев сыграл ферзь С7. И в партии двух шахматистов, которых я не знаю, один из них из Туниса, другой, так, виноват, не туда, другой, не помню откуда, тоже последовал и ферзь С7. И черные получили, на мой взгляд, похуже. Потому что в слон Ж6 не пойдешь, этого слона белые выменивают. Можно было взять на Ф5 и начать как-нибудь нагло, типа, Ж4, Х5 играть. Белые предпочли сыграть слон Ж5. Ну и здесь, чуточку приятнее у них была бы позиция, если бы они разменялись на Е7, потом на Ф5. Они предпочли сыграть ферзь Ф3. И возник совершенно другой тип позиций. У черных есть сильное поле Д5. Но после ладья Ц2, мне кажется, или даже после слона Д3, можно пешку Б2 пожертвовать. У белых все-таки пространственный перевес, лучшее развитие. А вот слабый ход слон бьет Е7 позволил черным сыграть на перехват. То есть здесь при короткой рокировке непонятно, для чего белая пешка оказалась на А4. Скорее всего, только для того, чтобы черные быстрее съели. Ну, в итоге так и получилось. И в длинной борьбе, то есть белые сумели навязать какую-то оборону, создать. В общем, белые проиграли, тем не менее. Еще один ход H5 был сделан шахматисткой по фамилии Харикат. То есть Монгон Туул, это значит матч Монголия-Индия. Здесь, если вы смотрели мои ролики, то знаете, что я отказался от входа H5 из А4, Е6, слон Ж5. Мои партии с Курносовым и Хайрулиным. Ну, Патуяк Монгон Туул сыграла слон Д3. И после размена, на мой взгляд, у белых здесь получше тоже. Ну, чуточку получше. Особенно после хода слон Е7, который был в партии. То есть мне кажется, интереснее сыграть ферзь Б6 и здесь или С5. Там может быть С5 интереснее, чем ферзь А6, на которое... На ферзь А6 последует С4. Может, правда, и на С5 последует. Ну, в общем, вот здесь, мне кажется, ждет очень интересная борьба. А после слон Е7 получилась позиция, ну, тоже очень близкая к равной. Поль на Ф5 пришел, белые его смахнули и вообще начали все менять. Этот Тэншпиль, ну, на мой взгляд, у чуточку он чуть более перспективный. Они могут и Ф6 подорвать, и линия С есть. То есть их ладьям проще найти работу. С другой стороны, слон на Д4 очень сильный. Они контролируют важнейшую диагональ, защищают пешки Е5, С3. В длинной борьбе, в общем, партия завершилась в ничью. Ну и на прощание, значит, самая печальная для нас партия. Самая трагичная, на мой взгляд. Конь Ф3. Вот в этой позиции, в этом туре, играли Д и Е в нескольких партиях. И после конь Бет Е4, конь Ф6, черные не уравнивали. Партии давайте посмотрите сами, и так ролик уже затянулся. А тут нам еще главное разбирать. Лейтингле, или как там ее, против Ольги Гири. Слон Ж4. Тут еще одна партия игралась, в ней было Е6. Но здесь у белых маленький плюсик есть за счет того, что преимущество двух слонов есть. Правда, белые быстро его лишились. И позиция полностью уравнялась. Это в партиях шахматистов, тоже, или шахматисток, мне не очень известных. Но конь Ф6 жестче. Конь Ф6, черные, при случае, хотят перехватить инициативу. Хотят пойти слон Б4. И при случае на слон Д2 сыграть Д4, потом ферзь Б6. Как побеждали еще самого Бобби Фишера когда-то на Кюрасаву. Белые сыграли слон Д2, чтобы не было, ну, не бояться хода слон Б4. На слон Б4 последует Е5, конь Д7, ферзь Ж4. И слону придется идти на Э8. Ну, но после ферзь Б6, я не знаю, мне кажется, белым стоило пожертвовать пешку Б2, но рокировать в короткую сторону. Эту же ошибку совершил некогда Корятин против Есипенко. Рокировал в длинную сторону и к 20-му ходу получил красивый мат. И здесь тоже черные сразу же набросились на бедного белого короля. Видите, все фигуры подтащили. Пока что у черных, кроме ладей, все фигуры участвуют уже в игре на ферзьевом фланге. То есть сейчас конь идет на Б5. И позиция созрела для комбинаций. Мне очень нравится ход слона А3. Черные просто выиграли здесь две пешки. И как можно такую позицию не выиграть? Ну, это загадка, конечно. То есть кажется, что вот любой ход можно сделать. Длинную рокировку, самое простое. А, длинную рокировку ладья С1 и ладья БЦ6 с матовой атакой. Вот в чем идея белых. Поэтому конь С2, видимо, ход правильный. Конь Б4 тоже напали на Д3. И только теперь длинная рокировка. Белые пожертвовали третью пешку. И остались без трех. То есть выигрывают практически любые ходы, но и победа в этой партии давала сборной России второе место. Это была бы победа над сборной Китая. Ну, третья точно. По-моему, вторая, да. И выводила... Нет, нет, третья давала. Все вспомнила. Делили бы с Китаем второе-третье. И надо было выигрывать 3,5 на пол очка, чтобы занять второе. По-моему. А после... Если б Киря выиграла, и даже Александра Кистенюк бы устояла, в дележке было бы только третье место. А Украина становилась первой. Ну, понятно, что медаль... Медаль хотелось получить девочкам, но последовала серия совершенно необъяснимых, на мой взгляд, ошибок. То есть вот черные отлично провели... Огромный кусок партии, огромный отрезок. Я не понимаю, почему после G5 не последовало G6. Никогда в жизни теперь белые не создадут проходной. То есть, точнее сказать, может быть и создадут, но... Только после того, как черные ферзя поставят. Потом... Тоже было много вопросов. То есть как-то они играли. То есть ясно, что можно было играть сильнее. Вот в какой-то момент... Черные могли... Стоп, не здесь. Могли где-то черные просто... Да, вот-вот-вот-вот-вот здесь. Вместо B3 черные, по-моему, могли просто перейти вот в такой вот пешечный эншпиль. И, по-моему, пешки, поддержанные королем, быстро проходят. Б3, король, Б4, А3, Б2, А2. Вместо этого последовал ход Б3. И то, что здесь удалось зевнуть всего лишь вечный шаг, это, на мой взгляд, просто счастье. Вот такую позицию можно было при случае еще и проиграть. Можно было зевнуть ферзя, мат и так далее. Ну, в целом, итоги Олимпиады, давайте я подведу. Для меня лично, итоги защиты каракан на Олимпиаде, итоги употребления защиты каракан на Олимпиаде следующие. Показали себя очень надежными схемы, классические. То есть, в них оценка практически нигде не поменялась. В системе двух коней, если белые рокируют, вот как здесь, вот в последней разобранной нами партии, подтвердилось мое мнение, что рокировать в длинную сторону, это провоцировать соперника поставить мат. А при рокировке в короткую, белые немножко подавливают, может быть, не слишком болезненно, но практически без риска. Потом, в классической схеме, конечно, главный итог Олимпиады для меня, у меня появилось желание, как следует, разобраться с системой Хенкин. И, когда я разберусь, я вам, возможно, что-нибудь расскажу про них. А может, не расскажу, а буду применять и потом комментировать. Разные варианты есть. Вот, и... Что еще? Ну, атака по-новому встречалась в основном между шахматистами, которые уступают в классе один другому. И у кого класс выше был, тому обычно удавалось переигрывать. За исключением вот также партии, одной из партий, которую сегодня мы разбирали. Там шахматист с более низким рейтингом победил в совершенно равной позиции. Вот, и как раз показал отсутствие класса, пойдя в ничейный Эншпель, вместо того, чтобы пойти в позиции, где у него чуть лучше. Ну, борьба. Так, еще что. Да все, наверное. На этом я с вами попрощаюсь. Итак, ролик получился длинный, за что прошу у вас прощения. Два тура смешал вместе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok